От кадров, которые военные кинооператоры сняли в блокадном Ленинграде, до сих пор мороз по коже. Холод, голод, бомбёжки. На глазах умирают дети и старики. Стойкость и мужество этих людей до сих пор поражает. Я не сказала благодарности людям, которые выдержали этот нацист, и выдержали эту страшную ягодину и дожили до прорыва, который сегодня празднуется. И я с удовольствием присоединяюсь к этому празднику. И в таких условиях люди умудрялись воевать, работать на заводах, спасать людей в госпиталях, печь хлеб и даже учиться. Абрам Миркин держал оборону Ленинграда в 1942-м. Три месяца в блокадном Ленинграде, защищал Ленинград от налета в авиации. Паёк такой же, как и Ленинградцы, на 50 грамм только хлеба мы больше получали. Больше ничего. Морозы 30 с лишним градусом. Обмандирование у нас было о Шинели, Буденовка. Больше ничего, вы представляете? В день прорыва блокады ветераны Великой Отечественной, блокадники и потомки победителей фашизма вспоминают подвиги героев и приносят цветы на их могилы. Этим утром президент России Владимир Путин возложил розы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке. На Пискарёвском кладбище в Санкт-Петербурге в этот день нескончаемый поток людей. Все они идут поклониться павшим. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возлагает цветы к монументу героическим защитникам Ленинграда. Мы вспоминаем бойцов Красной Армии, которые перенесли все ужасы, блокады, ежедневные бомбежки, обстрелы, голод. И мы, конечно же, вспоминаем блокадников, которые выжили и передали нам, потомкам, и память, и правду о тех страшных, трагических и в то же время героических днях. В музее боевой и трудовой славы в Мордовии в этот день много экскурсий школьников. Им рассказывают о героических солдатах и офицерах из Мордовии, которые ценой своей жизни защищали ленинградцев. Среди уроженцев Мордовии есть один человек, который был награжден, удостоен высшей степени отличия, звания Герой Советского Союза. Это Александр Манин. Александр Манин, уроженец села Чеберчино, ныне Дубенского района. До войны работал простым учителем в школе, был артиллеристом. И погиб он во время подавления танковой атаки противника, уничтожил немецкий танк. Случилось это за два дня до окончательного снятия блокады Ленинграда 27 января 1944 года. Гимнастерка уроженки Саранска Людмилы Жамковой сейчас бережно хранится в музее. Юная медсестричка спасала защитников Ленинграда под огнем противника. А еще в годы войны Мордовия стала вторым домом для эвакуированных из города на Неве. Здесь выхаживали и откармливали тех, кого смогли вывезти по дороге жизни. Одним из таких эвакуированных детей был Алексей Косихин. Вот внизу его фотография под номером 15. Алексей Косихин. Ему было 6 лет, когда началась война. И он помнил, запомнил смерть от голода своего младшего брата, своей сестры. В 1942 году вместе с мамой он был эвакуирован в Мордовию и вот связал свою последующую жизнь с нашей республикой. Будущий советский маршал родом из Мордовии Сергей Охромеев тоже начинал свой боевой путь с ленинградских окопов. Память погибших ленинградцев и их защитников по всей стране почтили минутой молчания. Юлия Парунова, Павел Толобаев. Наши новости.